В Братской Белоруссии наступил критический момент. В угоду крупному иностранному капиталу, а также буржуйчикам местного разлива, с помощью альянса националистов, футбольных ультрас, либеральной молодежи и левацких группировок, началась полномасштабная атака на Белоруссию по внедрению цветной революции, переходящей в шабаш профашистский Майдан. Народ Белоруссии пытаются направить по ложному пути протеста за так называемые честные буржуазные выборы. Этот протест открыто используется капиталистами как повод для захвата государственной власти, природных ресурсов и средств производства. После этого страна окажется во власти либерал-националистов в кабале у иностранных олигархов и крупных международных корпораций, которые разорят Беларусь, уничтожат ее производство и сельское хозяйство, а рабочих попросту выбросят на социальную помойку. Белорусские левые в этих условиях раскололись. Некоторые из них пошли на союз с праволиберальными и националистическими силами для решения сиюминутных задач избавления от демократического диктатора, забыв главный стержень коммунистов, классовый подход и социально-экономический анализ. И в этом эмоциональном порыве по своей молодости они не понимают, что помогают злейшим врагам рабочего класса Белоруссии прийти к власти, после чего эти самые силы займутся самым любимым своим делом – приватизацией и уничтожением экономики страны, за исключением ее особо лакомых кусков, ради которых и затевался весь этот сыр-бор. В результате неолиберального экономического курса большинство предприятий закроются, люди потеряют работу, а рабочий класс исчезнет полностью. И кого тогда левые Белоруссии будут призывать на борьбу? Гастарбайтеров и проституток? Конечно, Лукашенко – это правый буржуазный политик, который реализует госкапиталистическую модель с ползучей приватизацией и другими прелестями рыночной экономики. Но его отличие от российских олигархов принципиальное. Он развивает производительные силы страны, а российские олигархи в целом их дербанят. Он опирается не на бандитов и систему всеобщей коррупции, как в России, и на Украине, а на бюрократический аппарат. Он считает, что правит страной для ее народа, но в любом случае без него. Это напрягает людей, не дает молодежи проявлять свою активность. В создавшихся условиях выход у левых Белоруссии простой и классический. На режим батьки надо давить, но давить не справа и не с правыми, а слева и с левыми. Нечестными буржуазными выборами должно интересоваться левое белорусское общество. Чтобы не допустить прихода к власти буржуазной мафии, им необходимо срочно взять инициативу в свои руки. А именно прекратить оказывать любую поддержку протестам, организаторам которых являются националисты и либералы. Второе. Создать альтернативный полюс притяжения, белорусский антимайдан. Прекратить антинародную приватизацию и вернуть в государственную собственность все ранее приватизированные предприятия. Систематически снижать цены и тарифы на товары и услуги с целью повышения уровня жизни каждого гражданина республики. Ввести на предприятиях рабочий контроль и рабочие советы. Отменить все антисоциальные законы. Сократить рабочее время до 5 часов и снизить до 50 лет мужчинам и женщинам пенсионный возраст. Все учебные заведения сделать полностью бесплатными. Сократить зарплаты чиновников и ввести разумный максимум зарплаты, не превышающий прожиточный минимум более чем в полтора раза. Рабочим нужна рабочая власть. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни президент и ни герой. Добьемся мы освобождение своей собственной рукой.